МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Новгородской области при силовой поддержке отдела спецназначения ГРОМ. Задержаны двое мужчин 24 и 26 лет, а также 34-летняя женщина. Они подозреваются в краже из автомобиля «Газель», водитель которого припарковал машину на трассе М11, а сам отдыхал в кабине. Подозреваемые использовали тепловизоры, рации, а также компьютерную и автомобильную технику. Злоумышленники спланировали схему, в которой женщина контролировала обстановку вокруг места преступления, в то время как ее подельники разрезали тент фургона и вытащили из кузова компьютеры, электронные планшеты и мобильные телефоны. Ущерб составил более 9 миллионов 800 тысяч рублей. Похищенное имущество подозреваемые сначала спрятали в заранее подготовленном тайнике, расположенном в близлежащей лесополосе. Впоследствии техника через посредников была перенаправлена в сопредельный регион. Часть похищенных была продана, остальное изъято оперативниками в ходе обысковых мероприятий. В полиции подозреваемые сознались содеянным. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое подельников находятся под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В начале сентября в Новороссийске стартовала Всероссийская вахта памяти 2022. Масштабные поисковые работы шли в местах ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы проводились в двух направлениях. Это Мысхака, гора Колдун и близ горы Сахарная голова. Всего в данной экспедиции принял сводный отряд ФССП в составе 200 человек, в том числе 7 человек из поискового отряда наследия нашего управления. Сотрудники ведомства из Тверской области – постоянные участники Всероссийского поискового движения. Всероссийская акция – это еще одна возможность не словом, а делом отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, помочь родственникам солдат Красной Армии в овековечивании подвигов их родных. Всего за время вахты памяти было поднято 35 бойцов Красной Армии, двое из них именных. Мы свою лепту внесли тоже. Результат невыдающийся, на одного бойца подняли, это тоже результат. С 2011 года сотрудники Тверского управления ежегодно посвящают свой отпуск работе в поисковых экспедициях. Мы работали в Карелии, Брянской, Орловской областях, в Крыму, Новгородской области, Осетия. Участие в подобных экспедициях – погружение в историю своей страны. Каждая поднятая поисковиками вещь связана с судьбой человека, порой трагической. В завершении вахты памяти 18 сентября состоялся торжественный ритуал воинского перезахоронения останков советских воинов и возложения венков и цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» на площади героев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok